Кто хочет нырять погружи, мы поговорим о том именно, и будут с вами делиться своим личным опытом. Что происходит у меня в голове, когда я ныряю. Спрошу вас, что у вас происходит. И вот в таком формате мы сегодня пообщаемся. Начнем с того, что прежде всего я думаю о том, например, из чего состоит успешное погружение. И я разделяю на 4 блока, то есть это тренировки, атмосфера, питание и отдых. Мы сейчас отдельно поговорим про 4 блока. И если мы начнем с тренировочного, то прежде всего, чтобы нырять глубоко, вам нужен хороший тренировочный сетап. То есть, например, вот два примера. Можно нырнуть в Египте, на Буйке, в Блюхоле, например. Там глубина 90 метров. И можно нырнуть на контрбалласте, где вы себя будете комфортнее чувствовать. Конечно, на контрбалласте, потому что вы понимаете, что если вы ныряете глубоко, то если там что-то случится, быстро активирует контрбалласт. И там с вами ничего не произойдет. И поэтому это один из таких маленьких факторов, который влияет именно на психологическую готовность. К тому, что с тобой все будет хорошо. Например, здесь мы ныряем на соревнованиях. И у нас есть разминочный Буйок. И есть контрбалласт, который соревновательный. И, соответственно, я не знаю, многие из вас почувствовали или нет, но гораздо удобнее и как-то приятнее нырять именно на контрбалласте. И прям чувствуешь себя более так спокойно и уверенно. И важно еще, чтобы была близость к больнице и к парокамере. Потому что сейчас в мире очень много мест, где можно нырять глубоко. Но они недостаточно, я бы сказала, сейф. Недостаточно безопасные. Например, на Филиппинах, на каком-то там острове, там везде есть глубина, но при этом там есть течение. Там есть вот такие внешние факторы, которые могут повлиять на то, что, например, мы будем нырять, и там прекрасная теплая вода. Но почему-то не будет получаться нырять глубоко. И вот, возможно, один из факторов, который будет влиять именно на вашу психологическую подготовку, именно на глубокую нырку, будет наличие там больницы рядом. Вы будете знать, что если там опять с вами что-то случится, может, она вам и не понадобится никакой. Но вы зато знаете и вы уверены в том, что она рядом есть. И бракально. После глубоких нырков, там, например, после 85 метров, после 90, я лично после дышу кислородом. Зачем? Он мне помогает восстановить побыстрее. В принципе, фридайверы, которые ныряют глубоко, они дышат кислородом для того, чтобы предотвратить, как можно сказать, декабрессионную болезнь. Но сейчас, на самом деле, очень много было случаев, когда у фридайверов случается декомпрессионная болезнь. И я знаю, Андрей рассказывал об этом на своем мастер-классе во время выставки. Я не знаю, вы слышали или нет. Но, в общем, там такая интересная у него история. И, в принципе, к этому стоит относиться достаточно серьезно. И мне кажется, сейчас у многих фридайверов случается декомпрессионная болезнь. именно из-за того, что у них идет очень быстрый прогресс. То есть, например, если смотреть статистику, там, раньше, кому-то, чтобы нырнуть на 100 метров, нужно было, там, 5, 7, 10 лет. А сейчас ребята ныряют, там, грубо говоря, за год, за два. С того момента, как они начали заниматься фридайвером, сразу на 100 метров. И потом у них там пошло, поехало в разные стороны. И, соответственно, если вы ныряете и чувствуете, там, и знаете, что у вас есть кислород на лодке, если вы ныряете с лодки, да, то вам гораздо комфортнее. Ну, то есть, это вот такие маленькие моменты, которые нужно предусмотреть. Дальше, надежный сетап с моторизированной системой противовеса, сценару, страхующим на скутере профессиональной командой. Вот, страхующий на скутере, на самом деле, это не лакшери фридайвинга, а очень даже хорошая вещь. Мы в Греции открыли школу, и, мне кажется, основная наша задача – помочь фридайверам, которые ныряют глубоко. Потому что там очень классные условия, у нас есть очень надежный сетап, и страхующие на скутере ныряют на 50 метров. И я, например, почувствовала разницу, когда тебя страхующий встречает на 20 метрах и на 50 метрах. Ну, то есть, вроде как, не такая маленькая разница, то есть, не такая большая разница, но на самом деле фридайвер себя чувствует гораздо более спокойно. И это помогает именно нырять глубоко. Команда страхующих, которым можно полностью доверять. Не было ли у вас каких-нибудь таких мыслей в голове ни разу, что вы начинаете свое погружение и думаете, спасет меня этот страхующий? С такими не ныряем, нет. С такими не нырять? У меня постоянно такие мыслей. И, кстати, один раз случилось. Это было на маленьких учет-соревнованиях, и там была девочка, которая меня страховала. Я, в принципе, не люблю, когда девочки страхующие, потому что мне кажется, что мальчики как-то посильнее. И она просто испугалась, но она не ожидала. В принципе, она вот так замерла, и меня доставали судьи. Это было там на пяти метрах от поверхности, уже у меня была положительная плавучесть, но я с ней больше не ныряю. То есть, я могу с ней нырять на какую-то там определенную глубину, например, на 90 метров, но вот больше 90 я вот ей не доверяю. Когда у меня более сложный рот, я говорю, поменяйте мне страхующих, пожалуйста. И это, в принципе, нормально говорить, поменяйте мне страхующих. Вообще абсолютно спокойно. То есть, раньше мне казалось, что я прям такая привередливая, и говорю, поменяйте-ка у меня тут страхующих. А потом оказалось, что мне так комфортнее. И при глубоких нырках все должно быть направлено на вас. Ну, то есть, все для того, чтобы вы нырнули хорошо. То есть, все должно быть так, как вам комфортно. Там, страхующие, которые вам нравятся. Желательно за них не выходить замуж, как я. Сетап, который вам удобен, который вы знаете. И условия тоже. При этом можно нырять... Ну, то есть, есть такие внешние факторы, которые могут помешать вашему погружению. Ну, то есть, они такие реальные факторы. А есть факторы, которые вы придумали. То есть, я обычно думаю, вот, например, мне некомфортно нырять в этом месте. Почему? Там, например, если мы ныряем где-нибудь на Бали, и там, не пойми, сколько метров внизу, вообще никто не знает, там, какой-нибудь рыбательской лодки, течение, мы вообще в трифте, там может быть и сеять, и не сеять. И я думаю, интересно, вот, мне тут некомфортно нырять из-за того, что вот условия такие, или из-за того, что я знаю, что страхующие, там, ныряют на 30 метров максимум. Ну, то есть, вот, все время какой-то баланс. И у меня обычно в голове возникает очень много вопросов, очень много страхов. И мне вообще страшно нырять, честно. Ну, ныряю, да. Мне даже страшно плавать. На самом деле, мне страшно плавать в открытом море одной. Вообще, я не раз не пойду. Когда я там плаваю, знаете. Но с веревкой не страшно. Там есть веревочка, мне можно посмотреть. И вот, я разделяю страхи именно на выдуманные страхи и на реальные страхи. То есть, течение. Недостаточная подготовленность страхующих. Ну, и все, как бы. А вот эти все у меня картинки с сетями, которые там пыжут и вдруг врезаются в меня и так далее, это все выдуманные страхи. Ну, то есть, это может быть, а может и не быть. И очень важно разделять именно на выдуманные страхи и на реальные страхи. Обычно реальных страхов очень мало. Ну, то есть, и их можно избежать. То есть, если, например, я знаю, что мне некомфортно нырять с этими страхующими, я их поменяю. То есть, там, например, я знаю, что сетап некомфортный, я его тоже поменяю. И все. И реальных страхов больше нет. И тогда остаются только выдуманные страхи, с которыми можно работать и задавать себе вопросы, почему у меня возникает вот эта мысль, и стараться на нее ответить. Чем скорее, тем лучше. Потому что, если будем долго на нее отвечать, то она там будет долго в голове перевариваться. И мы будем ее больше бояться. Но мне кажется, что на самом деле боятся все. Просто кто-то не признается. Но страшно всем. Важно, когда, например, я планирую соревновать на сезон, участвовать в этих, в этих, в этих соревнованиях. Я стараюсь планировать так, чтобы на месте соревнований тренироваться определенное количество времени. Потому что чаще всего мы стараемся там тренироваться побольше, и потом все утыкается в то, что нам не хватает тренировочных дней. А сколько это определенное время? Методом урок ошибок. Ну, примерно. У всех по-разному. У тебя-то. Сейчас, наверное, мне комфортно две недели. Вот прям на месте. Мне было бы очень комфортно. Но не всегда получается. И там не всегда получается только из-за того, что я не хочу настолько долго уезжать. Вот чаще всего. То есть я думаю, так надо побыстрее, мы домой. Потому что обычно мы начинаем стараться нырнуть поглубже, побольше. Там перед соревнованиями мы накапливаем только усталость. И это не дает нам какую-то психологическую уверенность в том, что на соревнованиях мы можем нырнуть сколько мы хотели. Поэтому нужно планировать ваши тренировочные дни перед соревнованиями так, чтобы у вас было достаточное количество времени, плюс еще несколько бонусных дней. И бонусные дни нужно использовать на отдых. О, тренировочный сетап. Проверенное снаряжение. Кто-нибудь когда-нибудь чувствовал, что вы что-нибудь новое на себя надели? Например, новые ласты. И начинаете с ними нырять, и что-то вам становится очень сильно некомфортно. Кто-нибудь такое замечал? Или, например, новую там маску или новый зажим? А если вообще все новое, то вообще билет. Лучше всего менять одну часть снаряжения и использовать то, которое вы уже знаете. И там, например, добавлять новый груз. Не сразу, например, новый груз, новая маска, новые ласты. Это очень много стресса одновременно. Можно, конечно, так делать, если у вас много времени на подготовку к соревнованиям и так далее. Или, например, это просто тренировочная какая-то сессия. Но если у вас ограниченное время на тренировке, то лучше нырять в том снаряжении, в котором вы знаете. В любимом, разорванном костюмчике. Он гораздо лучше, чем новый. Ну, то есть это снаряжение, к которому вы привыкли. Вам в нем комфортно. Вы знаете, как оно работает. И это гораздо лучше, чем нырять в новом, красивом снаряжении, но зато чувствовать себя не очень комфортно. Ну, то есть это вам дополнительный какой-то бонус, именно психологический, который дает вам уверенность. Когда ласты сами за себя погребают. Удобное подготовительное дыхание. Там, например, вы увидели, что кто-то дышит, например, сидя на макаронине. И вы думаете так, вот я ни разу не пробовала, и вдруг на соревнованиях решаю так попробовать. Так не надо делать. Лучше делать так, как вы уже знаете, как делать. То есть я обычно тренируюсь, и мои все тренировочные нырки, они выглядят абсолютно так же, как соревновательные. Даже если я ныряю на небольшую глубину, я все время ныряю с упаковкой. Упаковка – это когда после полного вдоха можно там еще добавить чуть-чуть воздуха. Почему? Даже если я ныряю на небольшую глубину. Потому что когда я ныряю глубоко, я делаю так. Значит, когда я тренируюсь, я делаю так же. Ну, то есть все время одинаковый сценарий. И у меня получается, когда я, например, ныряю в свои тренировочные нырки, я знаю очень хорошо по времени, как я делаю. Там, разминку, две разминки и глубокий нырок. Ну, то есть у меня все практически тренировки выглядят как соревнования. При этом я еще и стельно тренируюсь. То есть, и когда я уже на соревнованиях, мне гораздо проще морально, потому что я уже сто миллионов раз это сделала. То есть для меня это не что-то новое. Кстати, тренировки с тегами очень полезны. Потому что я помню там свои первые соревнования, и у меня был такой вообще жуткий стресс думать, куда я повешу этот тег. Вообще, как его сорвать, что с ним делать, как вообще разворачиваться потом после того, как ты сорвал этот тег. То есть, вот это какой-то такой маленький нюанс, который нужно отрабатывать, мне кажется, на тренировках постоянно. И чем больше вы этим занимаетесь, тем лучше. График тренировок спланирован в соответствии с выбранными семьями, я это вам сказала. Периодизация. Базовая подготовка нырки на среднюю глубину и максимальная глубина. Я живу в море. Почему? Потому что я так выждала. То есть, я не счастливый человек. И просто там решила, у меня нет родителей, которые живут на море. Все время я все делала сама. И в какой-то определенный момент я решила, что если я хочу нырять поглубже, то мне надо переехать к морю и тренироваться все время на море. Но, соответственно, у меня не получается весь год нырять глубоко. Почему? Потому что, прежде всего, я морально устаю от этого. И второе, физически тоже устаю. Ну, то есть, у меня есть какие-то базовые блоки. Например, зимой чаще всего, потому что холоднее. Зимой я много занимаюсь на велосипеде. Там какой-то вообще стандартной такой физической подготовкой. Но, на самом деле, я очень такой халявный спортсмен. То есть, я не занимаюсь растяжкой. Я не занимаюсь продувкой. Я уже не хочу рассказать. Может, если я не занималась, ныряла бы поглубже, конечно. Хотя, я пробовала делать растяжку. И что-то я не заметила вообще никакой разницы, не растягиваться или не растягиваться. И потом я решила не растягиваться. Дальше, например, я начинаю нырять, вот если в Греции, я начинаю нырять в феврале. То есть, у нас заканчивается сезон соревновательный где-то в конце октября плюс-минус. Соответственно, ноябрь, декабрь, январь. И вообще ничего не делаю. Мне вообще так классно. Может, там в январе я начинаю чувствовать, что я сейчас жиром не плыву. И начинаю нырять, качаться на велосипеде и так далее. То есть, меня там союз уже начинает грызть. В принципе, я не стараюсь никогда тренироваться из-за того, что меня союз грызет и мне надо тренироваться. Мне нравится тренироваться. И мне кажется, это очень правильный подход, потому что, если вы, например, будете себя загонять на то, что мне нужно, так не работает. Особенно во фридайминге. И, соответственно, в феврале я начинаю нырять на какую-нибудь детскую глубину. Например, 35-40 метров. Я ныряю, может, целый месяц на миру. В марте я уже ныряю чуть поглубже. Провода холодная, поэтому мне не хочется глубоко нырять. Еще я заметила такой интересный момент, что, например, психологически мне комфортнее нырять, когда в компании, те, кто со мной ныряют, кто-то ныряет примерно на такую же глубину, как и я. Я это называю нырни и проверь. Но, не знаю, у меня лично вот так работает, что когда, например, все ныряют там, например, на 30 метров, а мне нужно нырнуть на 80, я себя не очень комфортно чувствую. И вот если вы подумаете, возможно, у вас тоже такое есть, что когда вы, например, в компании там с Лешей, вам очень комфортно вдруг стал нырять на плюс 5 метров. Потому что я, например, думаю, вот если там кто-то ныряет, например, я там себе девочка, у них, например, беру, их там всего немного, кто ныряет глубже меня, но я обычно там выбираю кому-то быть одну и думаю так, вот если она ныряет в сток, я ничего не могу. И мне помогает. И вот какой-то вот пример, если вы знаете какого-то человека, который ныряет, например, глубже вас, и вы можете его представить и сказать себе, там, он же ныряет, что он вообще не в другой планете, а такой же человек, как и я. Вот мне лично морально очень помогает. Ну, то есть, вот опять какие-то такие страхи разгоняет. Еще важно, чтобы у вас был не тот тренер, не был ментор. Я пыталась перевести слово ментор, да. Но этот ментор не очень. Да, ему нужно верять на 100%. Вот, если честно, по всем моим вопросам, связанных с глубинными нырками, там, если у меня что-то вдруг не получается, там, у меня какие-то затрики там и так далее, обычно у меня все проблемы с подувкой. То есть, они у меня как бы там на 50 метров, как я начала нырять, так они у меня те же самые проблемы на 100 метров. Вообще абсолютно те же. Только по-другому. И, на самом деле, они все у меня, например, приходят из-за того, когда я начинаю осознавать глубину, на которую я ныряю, у меня всегда становится страшно и там я все время косячу. То есть, если вы планируете нырять глубоко, то лучше не осознавать, на какую вы глубину ныряете. И делать, естественно, не осознанно. И мне кажется, это гораздо проще. И важно иметь вот такого человека, с которым всегда можно посоветоваться. У меня этот единственный человек, у которого я могу спросить советы, очень сложный. Потому что он должен нырять глубже, чем я. Не девочка, потому что мне кажется, что все девочки — это соревнования, и там у девочек нельзя спрашивать. Должен заниматься фридайвингом либо такое же количество времени, как я, либо дольше. То есть, там как бы очень маленький круг лиц, у которых я могу проконсультироваться. Леша проходит. Да, проходит ли? Я у Леши спрашиваю. Обычно я у Леши спрашиваю. Я помню, я у него спрашивала, когда я еще столько там ныряла, там, может, метров на 70. Я спрашиваю, я проглатываю маусфилл, что делать? Ну, что не проглатываю? Леши, это могло. Вообще-то могло, очень хорошо. Не проглатываю. У Леши очень хорошие. Потому что, если разобраться, то на самом деле, там, вот у меня, например, все проблемы, связанные с продувкой, были связаны именно со страхами. Там, с каким-то дискомфортом, нырянием именно на эту глубину. И что делать? Ничего, разобраться в том, что именно вас смущает, там, что вам не нравится, что вам некомфортно. Ну, то есть, ответы вы найдете, там. Главное, их побольше позадавать, вопросов этих. Тогда вы разберетесь. А, кстати, вот здесь очень интересное видео. Тренировочных нарков. Я наряла в Греции, я уже не помню, когда. И сказала, вот я там наряю метров на 60, сними видео. И страхующий меня нырнул, снимает, там, с 50 метров. Я прыгну наверх. Вот у меня, кстати, тег на ноге уже прилеплен. Тег на ноге, да. Я прилепляю. И страхующим полкуется, да? Не, не, не. И вот там на 26 я чувствую, что вот прям тяжело. Обычно я так не делаю, но что-то тут я решила. В общем, я подтягиваюсь по тросу. Потом я зову страхующего, спаси меня. И я знаю, что он меня спасет. Ну, как бы, у меня таких нарков было всего два, когда я просила меня спаси. Потому что я не хотела цариться знать. Ну, то есть, мне кажется, это очень интересный пример того, когда мы чувствуем уже наше состояние настолько хорошо, что, когда я плыву именно к поверхности и чувствую, что прям не могу. У меня было вот одно вот это погружение, по-моему, два года назад. И в прошлом году тоже. Я просила меня спасти. И вот, немного анализируя, я бы точно 100% потерял сознание на обоих нарках. Ну, то есть, если я не попросила меня спасти. И поэтому хорошо иметь таких страхующих, которые, вопер, со скутером, он, даже если он снимает вас на камеру, если вы его зовете, спаси меня, он вас в любом случае подхватит. Вот именно это надежное страхующее. Важно еще, в какой атмосфере вы тренируетесь. В какой атмосфере вы соревнуетесь. Какая, в принципе, атмосфера вокруг вас. У меня всегда фридайвинг ассоциировался с фаном. То есть, фридайвинг у меня всегда был в удовольствии. Если я, например, чувствую, что какие-то мои тренировки начинают быть из серии «надо», то обычно я беру там несколько выходных и так далее. Ну, то есть, если вы меня видели в воде, я постоянно там лыла, ай, шучу. Ну, то есть, мне всегда прикольно. Потому что для меня вот фридайвинг — это всегда удовольствие. Даже если я ныряю глубоко, мы всегда шутим перед повреждением. И еще очень важно, какая у вас компания вокруг. Соответственно, если вы хотите нырять поглубже, будьте в компании с теми, кто ныряет поглубже. То есть, все очень просто. Чтобы добиться успеха, нужно окружить себя хорошими людьми, позитивными. У меня очень хороший, на самом деле, пример. Пять лет у меня не был прогресса во фридайвинге. И ровно пять лет я была замужем. В одно время, да? В одно время, да. Там оно совпадает очень. Крыляция очень хорошая. И в тот момент, когда мы расстались с моим мужем, на следующий год у меня сразу плюс 10 метров. Я думаю, ну все, все прекрасно чувствовала. И если разобраться так, то на самом деле, ваш партнер, он во многом влияет на вас. И там вы как-то себя по-другому начинаете чувствовать, как-то вести. И у меня были не очень хорошие отношения. Ну, то есть, у меня были очень сложные отношения. И я вообще, после того, как я вот это все проанализировала, я увидела, как я в принципе могла нырять. Еще важно, чтобы вас поддерживали при неудачах. Там, например, у вас что-нибудь не получилось. Или еще что-нибудь. И важно, чтобы в компании людей, которые вокруг вас, например, ваш партнер, ваша семья, они вас просто поддержали. У меня, например, не знаю, моя мама, в принципе, за соревнованиями вообще никогда не следит. Сейчас было смешно. Мы снимали интервью вместе с ней. И съемочная группа у нее спрашивает. Там, вы знаете, там ваша дочь, сколько у нее... Чего спросить? Сколько у нее... Пебешки. Сколько раз чемпион победы. Да, сколько раз чемпион победы. А, я не знаю. Ты герман, ты чего? Могла бы хоть знать. Ну, то есть, мне кажется, вот моей маме все время такой подход. То есть, она говорит, ну, чемпионка и чемпионка. Там, типа, что с тебя взять? И, не знаю, вот какой-то такой легкости, мне кажется, гораздо проще, во-первых, нырять глубже, во-вторых, там, добиваться каких-то успехов, там, не только во фридайвинге, но и, в принципе, и в жизни. Еще важно время для себя на самоанализ. Я люблю этим очень часто заниматься, там, до 2-х утра, до 3-х утра. Но чаще всего вот какое-то такое время на рефлексию, оно у меня все время есть. И, там, например, после ныроков я постоянно, там, анализирую, как прошел мой нырок. Там, что я делала, вот, каждую секунду погружения, я всегда знаю четко, что я делала. Там, например, если я что-то накосячила, я точно знаю, почему я накосячила. Там, иногда, например, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, там, мне хочется себе соврать и сказать, что вот, я накосячила, потому что вот так. На самом деле я знаю какое-то. Просто не хочется так себе отвечать, потому что мне стыдно перед самой собой. Но, в принципе, там, если вот покопаться, то вы очень хорошо понимаете, там, например, почему вы накосячили, почему вы прогротили этот маусфилл, там, почему у вас там не получилось и так далее. И важно из этого извлекать какие-то, там, полезные ответы, они все время там есть. И главное их слушать. И именно понять, там, что у вас настоящий ответ, а что у вас такой ответ, который вы придумали и вот им завуалировали то, что вы не хотите, там, самому себе признаться. Питание еще очень важное, сбалансированное. Мне очень нравится есть вообще все. Там, что делает меня счастливым. Например, есть кто-то у меня спрашивает, там, а можно ли пить кофе перед нырянием? Конечно, можно. Если вам очень нравится, пейте. Я все не выпила. Ну, вот, например, для меня, не знаю, иногда, там, я могу сделать так, что, например, кофе я пью обычно после тренировки, но когда, например, такие условия, вот как здесь, тут уже вообще столько вот всего гадкого, что ограничивать себя еще и кофе, мне кажется, с утра, то есть тем, что вам очень нравится. Мне кажется, очень сложно, поэтому я себя этим ничто не ограничиваю. Ну, то есть тут такие сложные условия, тут холодно и вот внутри еще, там, в общем. Поэтому, да, мне кажется, что, вот, например, когда я, там, что-нибудь не съем, и я думаю, что, например, какой-то тортик, вот у меня это будет наградой, если я нужну хорошо. А если я плохо нужна, то я тортик не съем. Поэтому надо есть. Обычно я много путешествую, и я стараюсь приспособиться под то, что доступно вот в этом месте, то есть, там, например, сезонные овощи, фрукты, и, в принципе, все, что есть местное, оно обычно лучше по качеству, чем привозное. Там, например, в Москве я никогда не ем овощи. Зато у меня очень нравится соленые огурчики. Ну, вот, как-то вот такое идет приспособление. Добавки вообще разные, я не знаю, вам интересны по добавке или нет, да? Да. Вот у меня на картинке такая прикольная голубая жидкость. На самом деле, это голубая спирулина. Биокопливо. Спирулина, она вообще по цвету, как море. Спирулина я вообще терпеть могу. Но вот это такая классная, безвкусная. И она такая жидкость. Ну, на самом деле, из-за добавок я обычно пью виталинчики, железо, коэнзим Q10, магнезий, спирулина иногда. Ну, кстати, со спирулина я заметила, что лучше установление. Вот прям быстрее как-то. А в эти спирулине вообще там такая конская доза, что пьешь вроде бы чуть-чуть. Хотя я не знаю, может, это просто у меня тренировность была лучше, у меня было бы восстановление лучше. Я просто свалила на эту спирулину и сказала, хорошая спирулина. Куэнзим, кстати, важно пить тем, кто ныряет глубоко и дышит потом кислородом. Почему? Потому что когда вы дышите кислородом, там очень много свободных радикалов. И в куэнзиме есть вот эти штуки, которые его соединяют. И, в общем, вы не будете старым. Да. Ну, то есть, это не очень хорошая вещь. Когда мы дышим чистым кислородом, там сразу и морщины, и вообще. И отдых. Вот, как я говорила, для психологической перезагрузки, и для физической. Например, вот в прошлом году, в прошлом сезоне, я начала глубоко нырять что-то поздно, в июле вообще. Потому что до этого никого не было в Греции, я там ныряла одна, и мне было некомфортно. И я там глубже, там, по-моему, даже не ныряла. А в июле приехали все, кто ныряют поглубже, и я там с ними начала вместе нырять. Там они проверили, нет ли там остров. А потом я могу. И там в конце сезона, в октябре, я чувствовала, что я могу еще нырнуть. И мне очень хотелось нырнуть, там, что хотел нырнуть, наверное, в 100, наверное, 5 или 107 в ревножках, в разделе хвостов. Это уже было после чемпионатов мира. И я продолжала тренироваться вот после чемпионата, который был на Кипре. Потому что у нас были классные еще погоды, там целый месяц. Только потом, что я ныряю. И достаточно быстро я столкнулась с тем, что, во-первых, там погода начала ухудшаться. Я начала считать дни, что мне нужно вот столько дней, чтобы нырнуть вот туда, куда хочу. И началось оно, во-первых, вот так из-под палки, там я начала считать. И плюс еще было мало мотивации. То есть я заметила, что когда, например, нет каких соревнований или еще чего-нибудь, я вообще не хочу становиться. Ну, то есть, как бы, зачем? Кстати, я заметила интересный момент, что раньше мне нужно было нырнуть в тренировочную глубину, соревновательную глубину, которую я буду заявлять, мне нужно было нырнуть на тренировке. То есть, например, я нырнула 80 метров на тренировке, потом в день отдыха и так далее. И на соревнованиях я бы заявила 80 метров. А сейчас я могу вообще заявлять плюс 4. Спокойно. Ну, то есть для меня это больше мотивации, нырнуть на соревнованиях, постараться еще, чем постараться на тренировке. На тренировке, чтобы не общий день. Ну, то есть как-то вот у меня прошел такой сдвиг. И еще вот интересный у меня был момент, когда я только начинала нырять в Греции. В Греции у меня было самое вообще нелюбимое место, потому что там нет термоклина, но там постепенное понижение температуры. То есть ты погружаешься вниз, и там примерно каждые 10 метров на градус вода холоднее. Там, если, например, на поверхности было 28, то на 100 метров будет 17. Ну, то есть неприятно с точки зрения того, что ты погружаешься и чувствуешь, что становится холоднее и холоднее, и холоднее, и такая вот какая-то борьба вот с этим холодом начинается, и мне было очень комфортно. Мне больше нравился термоклин, который тебя ударит где-то на 25-40 метрах, и ты более-менее там думал, ну ладно, так есть. И как-то вот с него мне было легче расслабиться, чем вот такой вот постепенный термоклин. Но потом я привела вот это вот сознание немножко в такую другую историю и подумала, что вот холодная вода, она у меня должна быть сигналом к тому, что нужно побольше расслабиться. То есть я ее привела из какого-то вот такого негативного опыта в позитивный опыт. То есть вместо того, чтобы думать, как и неприятная холодная вода, я начала думать, о, наконец-то холодная неприятная вода. Но до этого я сидела на лодке в костюме и вообще грелась так, что у меня потек. И потом мне было реально приятно нырнуть в эту холодную воду. Ну то есть вот как-то вот в такие моменты тоже можно поработать, что именно они будут у вас выглядеть не как такие негативные, а как положительные моменты. Вообще очень много отдыхаю. В принципе, от погружений, особенно если они были глубокие. Я заметила, что, например, если я ныряю там на 100 метров или там по йому 100 метров, мне не нравится нырять больше, чем раз в неделю. Вот на эту глубину. Если я начинаю нырять уже два раза в неделю, мне уже неприятно. Ну то есть мне некомфортно. Ну то есть много. Потому что глубокие погружения это достаточно большая концентрация именно внимания. И я знаю, что если там у меня, например, какая-нибудь усталость, то именно вот эту концентрацию я теряю и там у меня начинаются ошибки. Из-за того, что я теряю концентрацию. Я, кстати, не знаю, вы ныряете с открытыми глазами или с закрытыми. Я пробовала еще по-разному нырять. И с маской, и без маски, и с зажимом, и с очками. И какой-то я на себя выбрала более комфортный вот такой вариант. Я ныряю с очками, залитыми водой и зажимом. Почему? Потому что мне все время нравится видеть эту веревку. У меня какой-то такой паника в голове, если я ее не вижу. Вместе она у меня размытая вообще. Мне не нравится. И мне кажется, важно определить, какой вот способ вам удобнее. То есть не утыкаться, например, во что-то одно, а попробовать вообще все. Там, ну, вот и с маской, и без маски, и с залитой маской. Залитой маской неприятно зажимать. Я сейчас была просто на Бали до этого, и у меня была маска, которая текла. Я тренировалась с маской, которая текла. Я вообще плевалась каждый раз. Но тренировалась. И я люблю, например, один день нырять, один день отдыхать. Или, например, если я ныряю в зубокот, я ныряю один день, и там два дня отдыхаю. Или вообще ныряю один день, и три дня отдыхаю. И я заметила, что чем больше отдыха, тем больше мне хочется нырять, и тем лучше у меня потом идут погружения. Ну, то есть опять вот такое все из-под палки не работает. А, я вам хочу сказать прекрасное видео моего бейкаута. Оно очень классное. Да. Это, в общем, я ныряла на Ротане в каком году, не помню. Ну, когда, два года назад, наверное. Самый популярный на Ютьюбе. Да. Все очень нравится смотреть на локации. И это был четвертый день соревнований. В первый день я нырнула мировой рекорд в ластах. Во второй день я там нырнула, по-моему, золото, без ласт, и рекорд, там, Франции, без ласт тоже. В третий день я нырнула рекорд Франции и фримёршн, и вот четвертый день я нырялся 104. И при этом это была не гнобина, на которой я выпотреблялся знания, но я в ней выпотреблялся знания. Усталость накопилась? Угу. Прежде всего, усталость накопилась. И, в принципе, в тот год, я помню, у меня были очень сильные почему-то контракции, я не знаю, почему. Но именно на глубине они начинались. И из-за этих контракций у меня был очень сильный наркоз. В общем, в тот год мы вообще сильно очень не дружили с наркозом. Я его жутко боялась. Ты скажешь, у меня контракции с наркозом? Да. А почему? Чем больше контракции, тем больше будет наркоз. Казовный, да? Да. Можно, точнее. Из-за того, что ты напряжена, или как, почему это связываешь? У меня просто вообще разница в ней от наркоза. Семёна, наркозная. У меня есть. Интересно. В этом году мы подружились с наркозом, а вот в позапрошлом мы очень сильно не дружили. Я вообще очень боялась этих подружений вообще до жути. Потому что у меня все время были какие-то там жуткие трипы. Мне казалось, что я не скину обратно. Там страшные вообще мысли постоянно. Именно вот на глубине. Ятки, давай фигачить, латки. Почему я так быстро плаваю? Тоже мне страшно. Нет, я быстро плаваю, потому что мне это нравится. Ну и страшно. В общем, тут видно, что вот где-то в районе физики как раз я начинала я начинаю вставать. Я вижу это сейфти и добавляю очень сильные удары на ласке, потому что обычно я их добавляю вот в районе двадцати метров. А тут прям видно, что мои силы меня покинули. Я уже плыву, как получается. Прям достаньте меня. Но при этом мне вообще казалось, что я забыла до поверхности. А это был мой первый блэк-аут под ладонь. И вот тут, смотрите, можно даже посмотреть, как я делаю вот так очки, а потом показываю знак. Знаешь, меня спасают, там не очень интересно. Кто я на зря? Только уже понял, что хорошо. Я там лежу в блэк-ауте лежу. Потому что я там лежу в блэк-ауте такая довольная. И там же потом комментировали, как я могу в блэк-ауте выглядеть красиво. Как-то. Но я помню, что я плыла к поверхности и мне показалось, что я вообще выплыла, и я протокол сделала. И я потом очень долго удивлялась, почему я вообще здесь сижу, на меня надежит какой-то кислород вообще, где и что происходит. Но вот у меня часто задают вопрос, там, стало ли мне страшнее нылять после этого. Абсолютно не страшно. Почему? Потому что я понимаю, что есть разные факторы, которые повлияли именно на такое развитие событий. Это прежде всего усталость. Плюс еще я сильно переживала перед этим, на ком я очень плохо спала. Обычно вот такой у меня сон, там, он влияет. почему я сильно переживала, потому что я поднялась сюда нырять. Из-за этого наркоза. И у меня вот эти все нарки, там, вот несколько лет назад, там на 100+, они у меня все были вообще страшные. Вообще, наркоз у меня все время был там страшный. При этом в предыдущий год я ныряла, и абсолютно у меня не было такого наркоза. Ну, то есть, он вообще как бы непонятный. Год но при этом в прошлом году как-то я взобралась как подружиться с этим наркозом, и вот как раз вместо того, чтобы воспринимать его как что-то такое негативное, я начала его воспринимать как что-то очень классное. Это вот как раз тот же опыт про холодную воду, и мне удалось это сделать, и в прошлом году мне вообще очень нравился наркоз. Я сказала, давайте еще, я буду нырять. Ну, то есть, вот опять вот что-то такое, какой-то негативный опыт. Да, негативный опыт всегда можно перевести в позитивный, если вот в этом подумать просто, и там чуть-чуть разобраться с этим. Можешь описать его? М? Можешь описать его? Наркоз? М-м. Не знаю, во-первых, есть наркоз, который азотный, а есть еще там от высокого СО2, и, например, вот от высокого углекислого газа, и от высокого углекислого газа, он обычно возникает где-нибудь на всплытии, там, на 50 метрах, там, уже на последних, вот, 50, там, уже, вверх, это уже не наркоз азотный, а именно наркоз углекислый. и наркоз вот этот углекислый, он гораздо более неприятный, чем наркоз азотный, да. Почему? Потому что азотный там, кстати, не записываете? Пишите все, да? В этом году в Таиланде мы ели мишек. Зелененький, кстати. Не сравнивали? В общем, я снялась в мишку и сказала, вы что, это народ, наркоз вообще в 10 раз хуже. Потому что вот именно наркоз азотный такое состояние, когда ты не можешь вообще контролировать там, вот, что-то, что у тебя происходит в голове. Я очень люблю все контролировать, и вот этот момент, когда я что-то не могу контролировать, у меня там нет. Но при этом, вот, я ныряю как-то, ныряется, там, потому что говорят, что вот, когда нужно измерять, глубоко, нужно прям вот отдаться морю и так далее. Что у меня там осталось? И мы сравнивали именно вот это состояние там на мишках с наркозом. И вот это состояние на мишках, там, оно приходит какими-то волнами. то есть, вот, приходит какая-то волна, что вроде оно все там весело и там не очень контролируемо, но на самом деле есть прям сильно захотеть, то его можно контролировать, а вот наркоз прям вообще нельзя. И вот страшно именно то, что вот наркоз вообще в принципе нельзя никак контролировать, и мне это не нравится. наркоз. Но наркоз по кризисному газу он страшный, потому что там начинаются всякие какие неприятные мысли из серии там спасут меня страхуешь. Я сейчас умру. Ну не знаю, я сейчас умру, у меня не было ни разу мыслей, но, например, в принципе, такие негативные мысли они могут быть там даже без наркоза. Например, здесь там вчера я нырялась в прекрасных ластах, которые мне велики, я ныряю вниз и чувствую, что они мне стали очень сильно велики, потому что у меня носки сжались, и у меня начинаются сразу мысли, а что у Лея обратно. И как-то было мне очень приятно. Ну то есть никак не связано с наркозом. И что делать если таким мы спиняемся? Ничего. Ничего себе. Ну так, ты говоришь себе, вот же есть трос, я, если что, всегда всплываю в варежках. В варежках? Не очень. Говорили, что он очень быстро. А потом все будут говорить, что из-за меня соревнования. Ну вот там, в общем, так, надо отвечать на эти вопросы, если они возникают. Но, в принципе, вот, у меня не постоянные такие мысли. Не да, я обычно плыву наверх, когда, и там где-нибудь в районе 50 метров, я чувствую, что там у меня начинает немножко такой вертига появляться легкая. То есть, когда я чувствую, что у меня вот так вообще все, а на самом деле все очень ровно, если посмотреть на видео. Вот как-то вот так он чувствуется примерно. Ну то есть, там надо собираться и смотреть на эту веревку и говорить, веревка. Ничего другого не делаешь. у Нэри есть вот этот фильм «Наркоз», где там разные образы, не знаю, мультики. Нет? Или это просто мысли? Ну, так же, я могу тебе сказать, что французы, в принципе, очень романтичные личности и им очень нравится. У Нэри, в принципе, вся его коммуникация с прессой построена на какой-то истории. И поэтому вот фильм у них именно такой вот картиночный. Потому что Нэри хорошо упаковали и хорошо продали. И там история именно такая, что во Франции, или не в принципе во Франции, а в любой стране, если ты спортсмен и ты хочешь, чтобы у тебя были спонсоры, нужно себя как-то упаковать, чтобы у тебя была какая-то история. А вот не просто я ныряю вот так, мне нужны спонсоры. Не получается так. И поэтому там есть красивая история и в общем все смотрят и думают «А, классно!» Сколько лет ты вот достал, Слава? Ой, много лет. Я начала нырять в 2012 году. В 2012 году я нырнула наверное на 50 метров, там может 50 с чем-то с небольшим. В 2013 году я нырнула не помню, может 75? В 2014 году я нырнула 86. В 2015 году я нырнула уже нырнула, а я замшу шла. В 2016 году я нырнула 93 и все, последствия у меня не было прогресса до 2000 какого там 5 лет любая. До 21? Нет, нет, до 21, по-моему, да. И в 21 году я нырнула 103. Ну, то есть если выкинуть 5 лет жизни, то 5. Так, да, мне кажется, нам нужно побольше времени, чтобы там собраться, найти какой-то свой определенный путь проб и ошибок, потому что у всех он разный, и там я с вами делюсь своим опытом, у вас опыт совершенно другой. И то, что, например, работает у меня, может быть, у вас не будет работать. Ну, то есть предайвинг это настолько индивидуальный вид спорта, что нужно, мне кажется, попробовать все вообще, что есть, послушать всех, ну, там, главное фильтровать, и, там, не знаю, главное попробовать, вот. И никогда не иметь такой вот взгляд, закрытый взгляд. Ну, то есть у меня всегда очень открытый взгляд. Мне сказали, вот, есть такая новая система, можно делать вот так. Я говорю, о, класс, давай попробуем. Ну, то есть мне всегда интересно пробовать что-то новое. Там, когда появились только ласты, разножки, как дисциплина отдельная, я помню, мне не очень хотелось сначала в них нырять. А потом я попробовала, мне понравилось. Естественно, это вообще моя любимая дисциплина. Ну, то есть если бы я вот сказала, что вот мне нравится нырять только в ласте, я бы никогда даже не попробовала нырять в разделе фаста. Вот какая-то такая ограниченность, мне кажется, ее не должно быть. И мы разговаривали про тренировки, я помню, этим летом с Магдаленой, которая ныряет в бассейне, там вообще в Сири Корже из Польши. И она сказала такую интересную вещь, что она вообще спортсмен-спортсмен такой. Я по сравнению с ней вообще нырежу в медвайке. Она сказала, что единственный экскьюз, это что такое у нас? Единственное оправдание. Да, единственное оправдание, чтобы не ходить на тренировку, это вы умерли. Я говорю, у меня может быть не настроение. У меня, конечно, очень часто настроение, но иногда у меня бывает не настроение. Я там могу себя поругать, съесть печеньку и не идти на тренировку. Потому что, если я, например, без настроения пойду на тренировку, например, какой-нибудь в море от меня в афинчане положите, я буду потом еще больше без настроения. Если я пойду с настроением, то все хорошо. У мужчин, фридайверов сейчас, ну, скажем так, если взять топ-атлетов, все в основном будут, ну, такими накаченными, короче говоря, здоровыми ребятами. У девушек пока не вполне так. И ты маленькая, хрупкая, как тебе удается вообще... Как тебе удается с сотки вообще выгребать в этих разножках? А ты сильный, мой. Ну, я-то тоже считаю, что у меня сильный. Не знаю. Мне кажется, у девочек дело, вот, которые ныряют, мне кажется, дело не в том, там, накаченные нет. Ну, только, конечно, сейчас есть те, кто ныряет там, вдруг, случайно, сильно глубоко на разных препаратах. Но мы не будем на мишки. Не будем на мишки. Не, на мишки, кстати, А еще на пальмы пробовать грибы. А грибы, кстати, покруче мишек, да. Они натуральные. Они не вдохни. Мишки допинг. Так, ну, мне кажется, девочки, вообще у меня ноги сильные. Чтобы выгрызти. Сотки, ни разу я там даже не чувствовала, что у меня там что-то болит, и так далее. То есть, там, у меня даже ноги не сбиваются, когда я плыву там, сотки. но вот, фреймешен я не могу. Потому что руки у меня всегда были очень слабые. И даже хоть я и занималась плаванием, у меня всегда ноги были сильнее рук. И там, я не могу подтянуться. Там, может, я отжаться могу один разочек. Внутри случек-сотучек. И, мне кажется, не знаю, если тебе там надо выгрызти, тебе надо. И, мне, конечно, так не сказать, что я прям вообще ничего не делаю. Что-то я делаю иногда. Но это не главное. Но это не главное, короче. Ну, мне кажется, да. Сейчас, конечно, есть много вот накачанных мальчиков, и, мне кажется, так вообще сложилось, что они просто ныряют глубоко. Есть кто-то, кто и прям не сильно накачанный, но он ныряет глубоко. Есть? Есть Вилья, Трублинш, Матрош, Малина. Ну, да. Но они просто все-таки сухие. Они сухенькие, и они как бы не петр-глубов. Да. Их если рядом поставят, там, наверное, раза в два разный. Наверное. Мне кажется, это просто какая-то последняя тенденция, что вот они все-таки, инстаграмные. Какая, по-твоему, скажем, такая комбинация факторов, которые определяют успешность в фридайинге? Над чем в первую очередь надо работать? Над тем, что тебе по кайфу было. Потому что если ты будешь думать, там, слушаем, ну, вот если там у тебя будет, например, большие, сильные мышцы, там, но в голове будет не все спокойно, то ты не сможешь глубоко нырять. И, в принципе, при глубинных погружениях там даже не важно, с какой техникой вы ныряете. Вот, к большому счету, там можно вообще нырять хорявой техникой, не пойми как, прекрасно себя чувствовать. Арно, велосипедит. Арно, да, прекрасный пример того, что он ныряет на велосипеде и как бы ныряет глубоко и как бы все удивляется как. Просто морально готов, и он ныряет. Вот, такой пример. И ныри, тоже он нырял такой техникой от коленочек, не сам, какая-то русская школа колен. Ну, это как бы вот опять прекрасный пример того, что не нужно прям быть сильно накачанным, потому что они обкрыли, и накачанным. И при этом ныряют глубоко. Здесь не хорявить с такой коленкой техникой. Ну, ты их научила? Нет. Я мне все русские секреты раскрываю. Тогда наоборот раскрывай нам все их секреты. Вот, у них нет секреты, они там все ходят к этому, плачут, к психологу, к ментальному коку, к там, мэнфо-коучу, как он начинает у нас, по-моему, нет таких профессий, в принципе. Ну, сейчас уже есть. Сейчас, мне кажется, все инстаграмные профессии. Типа, я тренер на успех, и вот должен быть успех. на этом карте желаний, в общем. Я заговорю в свою стрессу. Обращайтесь. И все, и француз, кстати, все ходят к ним, но, кстати, я смотрела, помню, какое-то интервью интересное с одним французским пловцом, Флорианом Манаду, который там в каком-то раннем возрасте выиграл олимпиаду, а потом долго не мог ее выиграть. и как раз с его ментальным тренером, так его называем, моральным тренером, они используют такой подход, что во время тренировок в зале, потому что у него был важный момент начала старта, потому что он плавец спринтер, он плавит на короткие дистанции, ему важна реакция в начале, как он быстро прыгнет в бортик и так далее. И они разработали такую систему, что каждый раз, когда он был в зале и делал вот это определенное упражнение, которое там делало определенную мышцу, которая работает вот там, сильнее, они ему там говорили одну и ту же фразу. Там, грубо говоря, я не помню, какая фраза была, но потом я попробовала такой способ, и например, я себе перед руком говорила, когда я чувствую, что там начинается мое сердечко было типа, я говорила себе фразу «Ты знаешь, что делать?». Вот всегда у меня была одна и та же фраза «Ты знаешь, что делать?». Она мне очень помогала именно морально расслабиться, потому что я думала, что там я правда знаю, что делать, мне не надо ничего дома. Ну, то есть мне вот визуализация сама как визуализация мне не помогала, потому что я там придумывала, что все будет очень хорошо на этой визуализации, а потом на деле она у меня почему-то так не получалась, потом я начала визуализировать, что все будет плохо. Я бы сразу получалась. И что-то тоже не помогло. Потом вот я убрала эту визуализацию как раз и оставила вот эту фразу, она мне помогала, но потом она что-то перестала работать в какой-то определенный момент и мне нужно было что-то новое придумать, визуализировать. Вот так. Но мне кажется, что вот всегда важен в принципе подход, который у вас есть. И если у вас легкий подход, не зацикленный сильно на цифрах, я знаю, когда я начинаю циклиться на цифрах, у меня вообще сильно не идет. Я начинаю анализировать, почему же в этом не идет. Потому что не надо думать про цифры. И тогда что-то вышло. Сто метров. Спасибо.